как зовут вас вы жительница поселка застанционный да да как у вас тут обстановка рассказывать у нас обстановка бьют как собак день и ночь вам тут тоже прилетала до смотрю во дворе и не раз но он все побито все взрывная волна слава богу стекла остались была большая семья на старости лет осталась одна разъехалась одно уехала уже девять лет в брянске в россии а однако после корона лежит почти неходяч с мальчиком и контузило ее попал снарядом тоже они живут на северном пути блокпост жили а вы себя как чувствуете так плохо вот у прилетела соседи вызвали скорую отходите плохо 260 на 150 было у вас на скоро это наезжают ну приехали в бронежилетах приехали в касках ну приехали спасли соседи не дал не дали умереть но благодаря соседям получают и пенсию и платят коммуналку все лекарства покупают тяжело ходить с ногами что-то до вас тут и за продуктами не дайте вот упрошу их и воду приносят и хлеб приносят в радость принесут хлебушка рады водички принесут рады ну а так все все они покупают одна курочек держит приносит ну правда за день ему все равно рады без памяти муж от этих стрессов сахарный диабет и умер на инсулине по 6 уколов день ему делала но умер все равно а то дочка в брянске даже не звонит и бросила меня и все денег горит нету дорого звонить а это вывезли денейровцы прилетела им в том году 30 июля ну правда недалеко за вокзал с мальчиком их вывезли а вы никуда не хотите перебраться хотя бы на время куда мне перебираться кому я нужна еле ползаю здесь на двух полках куда мне перебираться если мне скоро приезжала мне такое кровотечение открылось больше двух часов не могли кровь остановить не я не могла в скорую залезть там и на табуретку мне ноги подымали ну а после того что-то прилетела сюда опять мне плохо стало такие стрессы все время мы или при или прилетит или пролетит дальше каждую минуту не знаешь буржу сколько людей и гибнет не зашел маленькие детки сколько сирот по оставались коллег полупустой поселок некого попросить понимаете в чем дело некого попросить чтоб что-то помогли а свой же дом сами знаете как и так они пенсионеры остались ну да такие клюшки какие а еще и постарше но те хоть на ногах а яша надежда на что-то есть хорошее а наши просвета не видно вы же видеть конца и края нету десятый год уже десятый год 26 мая как началась нас первых тут бомбящий на ваша район аэропорта тут всегда еще люди даже и не знали что война я думала ли чешутка какая-то чик фильм какой снялась и ужас конечно уж но я никогда не ожидала что с такой семьей большой останусь на старости лет брошен как брошен как брошен ну что ж теперь видна судьба моя такая но и не только моя сколько людей гибнет ужас каждый день каждый день каждый день так в этом году хоть воду дают а в том году 4 месяца доходит у вас вода сюда доходит да я хоть могу набрать а в том году тут сосед через два дома но он сейчас смылся тут как с колодца мне таскал воду спасибо ему 4 месяца ни капли воды не было может куда-то где-то что-то привозили а я что дойду а кто живет самому надо тащить спасибо вам большое спасибо что рассказали будем проезжать буду заезжать что-нибудь завозить касси они продукты были спасибо а вы говорите вас там что-то на ради на потолок весь а что градина суда залетела то не сюда она пролетела слава богу она летела этот от от волны от этой она отлетела там же не потолка ничего не было ни стен не было все вот это висело он забор побитый у туда вот влетела а вижу вот там окно вырвала но уже позабивала я попросила мне позаделали там а забор никак вот так ладно будем жить будем жить